Дрон от базы летит. Вот он. Не могу сфокусировать. Вот он, вот он, вот он, вот он. Слава богу, что мы были где-то здесь. Слава богу, что я не пробовал борщик. Так, блин, так. Ну нормально, полыхать. Нет, там нормально. Это слишком жестко. Ты смотри, как его фигачит. И он все больше и больше сгорается. Коля, а что ты взял, что дрон? Что, увидел, что ли? Я слышал, я думал, эта подушка едет. А это дрон летел, оказывается. Да? Да. Это не это журшало. Посмотри, а он еще круче и круче. У нас эвакуация идет сейчас. Хочу уже один. Еще где-то. Господи же. Ух. 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 Всем привет, это хроники войны с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим о том, что происходит в Украине, в России и в мире с Сергеем Олеговичем Жерновым, экс офицером нелегальной разведки КГБ СССР и СВР России. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Сергей Олегович, добрый день. Здравствуйте, Татьяна, привет всем нашим зрителям. Вы нас извините, что у нас улыбки на лице, потому что Татьяна меня спросила, готов ли я. Я ей сказал, что всегда готов, как Гагарин Титов 69-го года. Поэтому у нас такие легкие улыбки, несмотря на то, что мы разговариваем на очень тяжелые темы, как правило. Да, и первая тема, которую я хотела бы затронуть, я вот вам предварительно рассказала, что у меня есть знакомая журналистка из Ирака, из Курдистана, которая во вторник всю ночь ездила, снимала последствия прилетов от иранских ракет и дронов. И кроме всего того, что она мне рассказывала, там сколько погибших, сколько раненых, она еще сказала, что Татьяна, я вообще не понимаю, мир настолько стал опасным, что война везде. И что вот с этим можно сделать? И вот у меня вопрос. Международная безопасность действительно практически отсутствует сейчас в мире. Что с этим можно сделать, учитывая, что Совбез ООН практически не работает? Вы знаете, этот вопрос задается уже последние 150 лет именно в таком посыле, потому что до этого просто не говорили о мировой войне. Да, даже тогда, когда Александр Маркедонский завоевал по тем временам полмира, все равно не говорили о мировой войне. Мировую войну третью мы пережили, и она была вот абсолютно такая же, как говорит ваша курдская подружка из Ирака. Вот, потому что третья мировая война, хотя она считалась холодной, на самом деле Афганистан, Вьетнам, что там еще было, Никарагуа, Мозамбик, Ангола. И это только крупные точки, потому что были еще мелкие точки. И, в общем, строго говоря, там мир, не имеющий безопасности, а вспомните Первую мировую войну, а промежуток между Первой и Второй мировой войной, когда Лига наций практически призналась в том, что она ничего не может делать, и ее практически полураспустили, или там она самораспустилась практически к моменту Второй мировой войны. Нет, для этого состояния, которое длится уже полтора века, увы, и самое страшное другое, самое страшное, что с 1945 года мир зашел в эпоху ядерного оружия, а это значит, он теперь себя может уничтожить в любой момент полностью, потому что любая мировая война до этого – это просто огромные потери, это огромное разрушение, но это не ставило на грани уничтожения цивилизацию мировую. И поэтому я 15 назад в какой-то статье писал, что, в общем, конец света уже наступил, просто он пока еще законсервирован, он еще пока в законсервированном виде. И вот тогда, когда его выпустят из консервной банки, вот тогда он уже разразится, и так сказать, но он уже есть. То есть человечество себя уже само может уничтожить там 15 раз, потому что если взять весь ядерный потенциал, то кто-то там посчитал, сколько раз, несколько десятков раз человечество может уничтожить всю планету Земля, и даже кто-то говорил, что вот если взорвать там несколько водородных бомб в одном месте, то даже планета Земля может на какой-то там полградусах сойти своей орбитой, и дальше совсем по-другому будет вращаться вокруг Солнца, и это изменит все, и климат, и все сгорим, а потом замерзнем и так далее. То есть на самом деле это очень серьезная вещь, это, увы, реальность, в которой мы живем уже скоро 80 лет. Но тем не менее с этой реальностью можно жить, потому что вот даже холодную войну мы же все-таки пережили, и в общем она не переросла в глобальную горящую войну. Эту холодную войну, кто-то говорит, что ее начал Путин, я считаю, что ее начали задолго до Путина, ее начали в 90-е годы на религиозной почве, то еще начали исламские боевики, когда стали взрывать посольства американские там и там, торговые центры, и потом, ну условно, 11 сентября 2001 года, вот это такой факт, который потряс весь мир, потряс Америку, потому что Америка первый раз на своей территории увидела, что могут быть такие взрывы. И в общем это четвертая, таким образом, мировая война, она уже идет, но точно так же, как и третья холодная, она может идти довольно долго в региональном варианте, потому что вот ваша подружка просто ее потрясло то, что она просто своим глазами это увидела, потому что если собрать Украину, если собрать Афганистан, потому что в Афганистане все равно война продолжается, но в другом варианте, если собрать Йемен, если собрать другие какие-то конфликты, там, я не знаю, в азиатском регионе, Китай, кстати, который там постоянно воюет с своими соседями теперь за острова. Даже в благополучном, в благополучном более-менее Израиле, что произошло 7 октября, да? Плюс Израиль и так далее. То есть на самом деле, конечно, состояние войны, это, в общем, увы, довольно банальный факт, который сейчас идет. И вот именно добавление каждого такого удара, оно просто усиливает ощущение, что разрастается мировой конфликт. Потому что вот мы даже постоянно ждем, когда Китай ударит по Тайваню, потому что это постоянно обсуждаем, а будет ли Китай воевать с Тайванем. Он об этом говорит. Вот, значит, прошли выводы. Выбор на прошлое воскресенье. И по этому поводу все стали обсуждать, это приблизило возможность войны или отдалило возможность войны и так далее. То есть на самом деле, конечно же, это все-таки идет мировая война, потому что это идет война за изменение миропорядка и за изменение мироощущений, способа жизни на всей планете. Как бы это ни громко выглядело, но на самом деле мировые войны именно так за это и ведутся. То есть тогда, когда человечество упирается в какой-то рубеж, а рубеж был переустройством мира после Второй мировой войны. То есть, грубо говоря, Ялтинско-Поздамский мир, плюс, значит, Япония, которая была разрушена, и победа условно-западного мира, насаждение западной демократии. Вот это все накрылось медным тазом, тогда, когда Россия реваншистская набрала силы, тогда, когда Китай стал Второй мировой державой и, в общем, поставил под вопрос баланс экономических сил, а также геополитических, стратегических, военных и прочих. Вот. И, конечно, сейчас ощущение есть, что мы приближаемся к мировой войне, потому что очень во многих местах идет обострение напряженности, причем все это обострение ощущается как обострение глобальной международной напряженности. И вот теперь все обсуждают новый мировой порядок и как от этого избавиться, как обеспечить безопасность, возможно ли обеспечить такую безопасность и так далее. То есть, на самом деле, я думаю, что это не просто ощущение, а это еще и реальность на поле боя в разных местах. Но места ключевые, да, потому что, посмотрите, Израиль – это очень болезненное место на Среднем Востоке, потому что вокруг него очень значимые центры, там, я не знаю, там Ливан, Египет, Иордания, Сирия. За всем этим делом стоит Иран, у которого уже сейчас говорят, что есть достаточно обогащенного урана для производства трех атомных взрывных устройств и так далее. То есть, на самом деле, конечно же, идет перераспределение ресурсов, перераспределение экономического потенциала, военного потенциала. И, к сожалению, всю эту бодягу очень сильно активизировал Путин 24 февраля 1922 года, потому что развязав открытую войну против Украины, он наплевал таким образом на хартию ООН, он наплевал на международный порядок, он наплевал на границы, хотя он на них плевал и раньше, потому что, говорят, Путин начал войну в 1922 году. Нет, у него уже была война в 1914 году, когда он аннексировал Крым и создал проблему с Донбассом, искусственную абсолютно проблему. Но до этого у него была уже война с Грузией, а до этого у него было уже фактически вмешательство во внутренние дела Украины аж в 2004 году. Так что, в общем, это все идет довольно давно. Но пока что человечеству удается балансировать на полезную бритвы и не скатиться в глобальную войну. А как вы думаете, вообще мир цивилизованный может поставить на место страны, противопоставившиеся себя, свои решения цивилизованному миру и международному праву? Это вообще возможно? Ну, потенциально возможно вообще все. Но потенциально возможно и то, что Путин нажмет на красную кнопку и начнется горячая ядерная война по всему миру. Я надеюсь, конечно, хотя я вообще-то пессимист. Я считаю, что человечество – это очень плохая институция, которая находится на планете Земля, потому что она очень похожа. Человеческая цивилизация похожа очень на болезнь раковую, на раковую наслойку на планете Земля, потому что человечество само себя убивает. И оно уничтожает свою окружающую среду, от которой зависит полностью. То есть в этом смысле оно очень похоже на раковые клетки, которые поселяются в здоровом организме, которым является наша планета, и затем его же убивают. И в результате тогда, когда умирает этот организм, умирает и сама болезнь, то есть умираются сами эти раковые клетки. И вот Путин очень похож на это. Вот у него абсолютно такой модус вивенди и модус операнди. Но я надеюсь, что все-таки хватит где-нибудь там ума. Хотя, в общем, я скептик. Сбитие разведывательного самолета А-50. Говорят, Путин очень нервничал. А почему? Ну, потому что, если ему это доложили, то это неприятная очень новость, потому что, во-первых, это очень значимая по цене вещь. Их ограниченное количество, их всего было 9 штук. Вот, значит, если сбили один, осталось 8. А этот самолет очень дорого стоит. Там кто-то говорит 330 миллиона долларов, кто-то говорит даже полмиллиарда. Вот это раз. Во-вторых, это глаза и уши, на самом деле, фронта, потому что это самолет, без которого, кстати, нельзя бомбить не только фронт, но и всю Украину, потому что он видит на 600 километров вокруг себя. И вот он, кстати, занимается определением цели, целеположением, координацией ударов, а также радиолокационной дальней разведки, то есть обнаружением угроз военных украинских, а также радаров украинских. То есть, на самом деле, это очень ценная машина. И у России таких машин по пальцам пересчитать можно. Вот буквально по пальцам двух рук. Это, конечно, очень большая потеря. И если Путину это доложили, то он, конечно, был бы очень недоволен. Точно так же, как вот он был недоволен, когда украинские войска, спецоперацию, им удалось уничтожить этот самый большой десантный корабль Новочеркасского в Феодосии. Вот на что, кстати, Российская Федерация тут же немедленно ответила ударом. А вот на исчезновение самолета ударом не ответили, потому что вот как раз этот самолет и координировалось эти удары. То есть, не знаю, заметили вы или нет, но вот два последующих после исчезновения этого самолета дня практически не было ударов по Украине. Ну, говорят, вот Путин там ломал стулья, голову Шойгу и Герасимова и называл их земляными червяками, чем они, в принципе, и являются. Но, с другой стороны, то, что он там в истерику впал, ну и что дальше, что Россия, в принципе, ведь немощная страна экономически, которая не может воспроизвести даже эти советские технологии. Вот, и от того, что он там брызгал слюну, от этого ничего не изменится. Следующий вопрос. Это вы сказали в интервью 24-му канала, что Путина из-за того, что он себя не контролирует, в свое время они взяли в разведку. А объясните, что вы имели в виду? Это он сам рассказывал. Это не я рассказывал, потому что мы с ним, конечно, в один год поступили в Краснознаменный институт. Подождите, он же везде рассказывает, что он разведчик. Это он теперь рассказывает везде разведчик. Для тех людей, которые не умеют читать. Потому что, на самом деле, в 2000 году, когда его готовили к избранию, когда вот его ельцинская семья выставила в качестве преемника Ельцина, значит, 31 декабря, он заменил Ельцина как исполняющий обязанности президента. Назначены были выборы 2000 года. И тогда, что Путин ведь никто не знал. Он же никогда не... Это не Гитлер. Это не человек, который себя сделал политически. Этот человек был чиновником маленьким, ленинградским, который потом работал в администрации президента. Его никто не знал. Ну, там вот потом назначили его последние полтора года. Он провел в кресле директора ФСБ. Но все равно директор ФСБ – это не публичная фигура. То есть Путина никто не знал. Ему посоветовали, слушай, нам написать книжечку, где о тебе рассказать. Вот. И ему сказали, что поскольку ты КГБшник, надо не то, что ты КГБшник, а то, что ты типа Штирлиц, большой разведчик, значит, потому что люди любят Штирлица. Люди ненавидят этих самых КГБшников, но любят Штирлица все. Вот тебя надо представить, видишь Штирлица. И тогда была создана книжка «Разговоры с Путина от первого лица». Значит, три журналиста написали ее. Вот. И Путин очень сильно разоткровенничался. И там он сам рассказывает о себе. Плюс еще какие-то люди, его бывшие сокурсники, какие-то его преподаватели по Казанаменному институту, его жена, его какие-то друзья рассказывают о нем. И вот он рассказывает, что, значит, в 84-м году он поступил в Казанаменный институт, поехал в Москву. Вот. А потом он говорит, что вот я, значит, там в 85-м году на Пасху вроде бы вернулся в Питер. И там, значит, стояло такое оцепление. И мы гуляли с Ралдугиным, с моим приятелем по улицам. А к нам прицепилась какая-то там компания. Вот. И, значит, завязалась знака. И в итоге мне там сломали руку. И, в общем, все это закончилось в отделении милиции. То ли Ралдугин это рассказывает, то ли Путин. Я уже сейчас детали, откровенно говоря, не помню. Это не суть. Вот. Но главное то, что это они сами рассказывают. То есть это люди, либо сам Путин, либо люди, непосредственно близко к нему относящиеся. И в одном из интервью каких-то людей, которые его там, Путина, готовили в этом Краснодарном институте, сказали, что, в общем, ему давали такую характеристику, что он лихач, то есть человек, который любит создавать ситуации нештатные. И Путин сам о себе рассказывает в этой книжке, как он там лихачил на Запорожце с Ралдугином и так далее. А дальше он, значит, один из его людей, один из его преподавателей рассказал, что ему дали характеристику, что у него есть недостаток, что он под влиянием эмоций может принять решения, опасные для него и для службы. Вот. Это вот то, что написано в этой книжке. А дальше в этой книжке, ну, строго говоря, Путин, там она написана для знающих людей вроде меня. Потому что дальше... А дальше я вернулся в Ленинград. Вот. Но если ты вернулся в Ленинград, значит, тебя не взяли во внешнюю разведку. Потому что из Краснодарного института, если вы хорошо там все закончили свою учебу, вас берут на работу в штаб-квартиру первого главного управления, то есть внешней разведки КГБ, в Ясенево, в Москве. А он говорит, а меня вернули в Ленинград. Значит, если вы вернули в Ленинград, значит, его не взяли в разведку. То есть, вот эта характеристика, которую дал кто-то из его преподавателей, оказалась такой, что разведка ему сказала, ты нам не нужен. Вот что это означает. Вот. И, в принципе, они, как выяснилось, вот видите, эта характеристика оказалась абсолютно точной, абсолютно правильной, абсолютно дальнозоркой, потому что таким образом внешняя разведка сказала, мы, этот человек для нас опасен, но, видите, он оказался, если он опасен для внешней разведки, то, по идее, он должен был опасен еще больше во главе атомного государства, ядерного государства. Вот. Ну, вот этих вещей кто-то не услышал в свое время, там, ельцинская семья, ельцин сам, и олигархи, которые поставили на Путина, он такой мелкий и исполнительный, очень исполнительный человек, который будет послушно выполнять все, что ему приказано, а он показал, что он не такой. Получается, что Путин эмоционально может принимать решения. Правильно я понимаю, что и часть его решений, вот те же там избиения якобы Шойгу и так далее, это могут быть, или там срочно бомбил, по-моему, вот из-за АА-50 говорят, что он требовал бомбить Киев, Харьков и так далее. То есть, его часть решений могут быть эмоциональными? Путин человек, который знает, что он человек на самом деле не рациональный, а эмоциональный, то есть, у него, ну, я не буду обижать наших слушальниц, но у него женский склад характера, то есть, у него не рациональная сторона головы работает больше, а эмоциональная. Но он считает, что это большой недостаток для мужчины, потому что он такой мачо, он постоянно из себя изображает Джеймса Бонда, такого очень холодного человека, и опять же Штирлица, который весь такой холодный, весь такой расчетливый. На самом деле, у него расчетливости очень мало в этом смысле. Он злобный, он, так сказать, злопамятный, но он нерасчетливый. И тогда, когда происходит что-то очень серьезное, его захлестывает эмоция, и под влиянием эмоций действительно он может принимать самые неправильные решения. И вот если вы посмотрите на большинство его решений, на самом деле, за все 24 года его правления, то люди, которые его знают, они говорят, что вот он обычно не любит принимать никакого решения, он все время тянет, оттягивает, слушает разных людей, заставляет ему говорить разные позиции, а потом под влиянием эмоций он принимает окончательное решение, когда ему надо выступить в качестве арбитра, и все люди, которые его знают, они отметили его черту, что он всегда принимает, к сожалению, самое плохое решение из всех, которые ему предлагались. Вот это отличительная черта Путина. Также вы сказали в одном из интервью недавних, что ФСБ сейчас арестовывает людей Кириенко из администрации президента по заказу так называемой партии войны. А кого арестовали и по чьему заказу, если можно объяснить этот сюжет? Там не аресты были, а допросы были. То есть внутри администрации президента есть очень много управления, это огромная машина, 5 тысяч человек, которые, вот все эти люди готовят решение президента. То есть на самом деле, когда Путин куда-то выходит, он же выходит с бумажками, которые он читает, с подготовленными речами. И вы же понимаете, что он не сам пишет себе эти речи. Вот есть огромный аппарат, который готовит ему все эти речи, который готовит документы. Там, значит, есть комиссия по награждению, там есть комиссия, которая готовит всякие кадровые решения, там есть управление правовых дел, которое проверяет все законы на соответствие их конституции, там и законодательству и тому подобное. И вот есть управление внутренней политики, где есть два человека, которые придерживаются кардинально разных взглядов на то, как должна развиваться Российская Федерация и на то также, как должен представлять себя Путин. Вот есть некто Громов, который, значит, является, ну, условно представителем лагеря войны, который говорит, что надо продолжать войну, надо усиливать войну и вообще война должна стать главной темой продолжения путинского правления. А есть Кириенко, который говорит о том, что, наоборот, война это очень невыгодное дело, потому что от нее уже народ устал, от Путина народ устал и, наоборот, ему надо стараться меньше говорить про войну и больше говорить про достижения России как великого государства, у которого все хорошо в экономике, в культуре и так далее. И вот под действием Кириенко была создана выставка достижений народного хозяйства на ВДНХ, которую мы видели там в конце октября, в начале ноября, куда, по идее, должен был приехать Путин и там должен объявить, был о своей кандидатуре вот на фоне всех этих красивых картинок, там, достижений в космосе, достижений, там, я не знаю, в атомной энергетике, достижений в газовой отрасли, в нефтяной отрасли и так далее. А Путин вдруг решился туда не ездить. И потом, значит, Кириенко говорит, ну, вот надо провести линию, и она была намечена 14 декабря, и мы ожидали, что вот именно на этой линии Путин и как раз скажет о том, что он идет в президенты. И вдруг неожиданно совершенно Путин начинает принимать какие-то решения, которые не укладываются вот в эту красивую картинку, так сказать, богатой, спокойной, нормальной Россией, у которой, ну да, есть какие-то проблемы, но они все на периферии далеко. Вот. И вдруг, значит, 8 декабря он, значит, на каком-то там вручении золотых всяких побрякушек, так называемым, героям, вот, объявляет о том, что он идет на новый срок. И получается так, что он так же, как в начале декабря, значит, 23-го года, вот на 3, на 31 января 22-го года, он когда выступал по телевизору, то его окружали какие-то военные люди и все поняли, что 23-й год это будет год войны. Вот. И таким образом, вот, значит, 8-го декабря, когда Путин объявил о своей кандидатуре, то он как бы заявил, что ближайшие 6 лет это будут 6 лет войны, потому что там были только военные вокруг него. Он был единственным человеком в гражданском костюме. И это явно не укладывалось в, значит, в те вещи, которые, на которых наставил Кириенко, что вот надо от войны уходить, надо идти, значит, вот типа в гражданку. Потом Кириенко удалось написать свое видение. На 31 декабря все обратили внимание, что Путин опять, значит, снялся на фоне Кремля, но, правда, всего говорил три с половиной минуты, но такая абсолютно нейтральная речь, ни о какой войне там не было сказано ни слова и так далее. И вот мы чувствуем, что последние три месяца идет война между двумя лагерями. Но на самом деле эта война чувствовалась и раньше, потому что вот Гиркин, допустим, которого посадили в июле месяце после путча Пригожна, был тоже представителем лагеря войны. Представителем лагеря войны является Малафеев, является Дугин, являются еще кое-какие олигархи и все те люди, которые на войне зарабатывают огромные миллиарды, потому что мы знаем, что военный бюджет Российской Федерации это 11 триллионов прямых денег, плюс еще скрытые какие-то деньги, то есть там практически 40% бюджета выделяется на войну. И, конечно, все эти люди, которые зарабатывают огромные миллиарды на войне, их всех не устраивало бы, чтобы Путин становился пацифистом, чтобы Путин говорил там о том, что все, значит, война не самое главное, самое главное построение нормальной экономики в Российской Федерации. И тут прошла новость о том, что ФСБ арестовало какую-то там тетеньку, которая как раз работала на Кириенко. Причем она ее не арестовала, она задержала, чтобы там у нее взять какие-то показания. И вот это было прямое ощущение, что ФСБ включилось в эту войну Громом и Кириенко между лагерем, значит, ну, грубо говоря, войны и лагерем не то, что мира, потому что там лагеря мира нету в Кремле, но, по крайней мере, технократов, которые более рационально относятся к тому, что, в общем, нельзя заниматься войной целыми днями, что от нее Российская Федерация только разрушается и люди устают. Вот такая история произошла в администрации президента. И таким образом мы получили подтверждение, что действительно война между башнями Кремля это реальность. Потом мы ее видели, кстати, вот когда этот же самый Путин, потому что из лагеря войны говорят о том, что Путин типа не дееспособный, значит, вместо него правит Патрушев, и Патрушев хочет посадить своего сына министра сельского хозяйства. И тут вдруг мы 14 декабря видим Путина, который, значит, с ехидной, с злорадным ехидством говорит, я спросил у министра сельского хозяйства, как у него с яйцами. А он сказал, что у меня с яйцами хорошо, а Путин говорит, вот у тебя с яйцами хорошо, а у народа Российской Федерации плохо. И все поняли, что это речь идет о Патрушеве младшем, вот, а, соответственно, Патрушеве, это было выпад в сторону Патрушева старшего. То есть, на самом деле, вот ощущение того, что несколько кланов в Кремле борются вокруг Путина и сейчас побеждает больший клан войны, вот такое его ощущение есть. И вот 17 января в среду в Башкортостане были большие митинги, 40 человек пострадали во время протеста в поддержку Фаиля Алсынова, у восьми диагностировали серьезную травму, у тех, кто обратился к медикам, переломы, разбиты головы, полиция применяла против людей и дубинки, светошмой, гранаты, слезоточивый газ. Суд арестовал шестерых задержанных во время протеста и вменяет статью о нарушении установленного порядка организации либо проведения митингов. Но я подозреваю, что там еще есть заявление следкома, что они возбудили уголовное дело против участников митинга. Видонс заявил о применении насилия к силовикам. А как вы видите, что там, как дальше будет развиваться эта ситуация в Башкортостане? Никто не может сказать, как это будет развиваться, потому что на самом деле митинги эти были не только 17-го, они были и накануне, они были еще за два дня до этого, потому что там, строго говоря, судили активиста, который защищал природу башкирскую. Но он имел неосторожность принадлежать к националистическому движению, которое, в общем, преследует сепаратистские цели, потому что в Башкортостане самих башкиров всего 40%, и они ощущают, что их, в общем, начинают зажимать, и их природу, значит, разрушают какие-то приезжие люди, приезжие олигархи. И это все, на самом деле, давным-давно все биться. Но в последнее время вдруг башкирский губернатор Хабиров сделал такой донос на этого активиста, и его судили в последние дни. Но то, чего не ожидали центральные власти, не ожидали сами эти башкирские власти центральные, что в этой республике вдруг возникнет какой-то спонтанный протест, причем спонтанный протест довольно широкий. Потому что, чтобы люди понимали, скажут, ну что такое 5000 человек. Во-первых, мы давно не видели в Российской Федерации ни одного митинга больше 100 человек. А тут 5000 человек, причем это, в общем, глубинка башкирская, это 500 километров от Уфы, то есть это не центральный город, это вот никакие, кстати, это никакие не демократы, то есть это просто такие обыкновенные люди. В общем, кстати, в этих национальных республиках они все такие, ну, в общем, довольно путиноиды, потому что они, как правило, в этих республиках голосуют 120-140 процентов за Путина, то есть они такие все очень подтверждены. Мы же понимаем, что это вот эти, как это называется, электоральные султанаты, и, скорее всего, эти просто 120 процентов за Путина там просто рисуются, тем более, что на самого этого Фаиля, на него же подал иск глава Башкирии, собственно, то есть власть, представитель Путина. Абсолютно точно, вот, потому что на самом деле они, во-первых, в этих маленьких республиках есть ощущение, что их постоянно центральная власть обдирает, и даже власть их в их столицах местных, она является больше представителем центральной власти, которая заботится не о их интересах, а о интересах Москвы против них самих. Вот, это суть самого этого конфликта. И, естественно, на этом конфликте строится даже движение такое националистическое, децентралистское, антифедеральное, вплоть до отделения Башкирии от Российской Федерации. Естественно, это представляет и для Путина, и для местных властей большую угрозу, но они до этого считали, что, в общем, все разойдется как бы само собой, потому что Башкирии на самом деле не воинственный народ, но они могут защищать иногда свои интересы, потому что вот этому активисту ему что ставили в вину, что когда у них была хищническая разработка золота и других полезных ископаемых в их горах с уничтожением окружающей среды, то им удалось в результате народных митингов отстоять кое-какие места, и вот таким образом он стал популярным, плюс он так сказать выступает за то, что башкирская культура, башкирский язык не уходили, потому что Путин по-моему в 20-м и в 19-м году принял решение о том, что все национальные языки больше не являются обязательными для изучения в школах в национальных республиках, и в общем вот это на самом деле сразу не породило огромный протест, но народ это запомнил и для этих маленьких это является очень большой раной. И вот все это вдруг начало проявляться. Поводом для этого естественно стало, как вы правильно сказали, донос губернатора Большинствастана, который рассматривается как ставленный к Москве, хотя он башкир, но он работал в администрации президента, то есть он был таком ставленником Москвы. А вы знаете, вы слышали против чего протестовал этот Фаиль Алсынов? Собственно, за что его претензию предъявили. Ротенберг должен был разрабатывать там золотые прииски в какой-то горе, которые вот они как экологи, которые сохраняют там экологию Башкортостана, они решили защитить. то есть там еще за этим всем золотые прииски Ротенберга. Ну, там, во-первых, Ротенберг, во-вторых, там же еще не просто разработки, но разработки хищнические, потому что когда вот эти пришлые люди разрабатывают, там просто это все заливают химикатами и оставляют вот все в разрызге и разброде, после них природа вся убивается, и он где-то в апреле месяце произнес речь, потому что туда еще завозят иностранных рабочих, туда завозят рабочих с Кавказа, из Армении, из каких-то других, из соседних республик, из Татарстана, кстати, и он произнес такую речь, что тем, кто сюда приезжает, у нас непонятно, чем заниматься, им надо вернуться туда, куда им положено, то есть татарам в Казань, русским в Рязань, и он там сказал некие вещи, которые, если мы потому что ну то есть он Кавказцев назвал с использованием цвета их я тоже разбиралась, это черные люди, это по-моему вообще-то означает рабочие люди, ну на башкир, он же он известен как раз произнесением речей на башкирском языке, он это все еще и произносил на башкирском, он все это делал, кстати, он те люди, которые говорят на этом языке и говорят, что он просто великолепный оратор на башкирском языке, то есть он очень красиво, очень образно это говорит, ну и ему стали шить естественно значит национальную рознь там и так далее, вот, и кстати прокуратура требовала ему просто 4 года поселения, а в итоге ему дали 4 года колонии, то есть и он, кстати, вот я его видел когда он давал интервью на выходе из зала суда, он в общем не был по-моему психологически готов получить такую вещь, то есть он был так это не то что раздосадован, но удивлен немножко, да, то есть застегнут врасплох, вот, и он, кстати, не ожидал, что так много людей выйдет, его защиту, что соберется 5000 человек, это очень много, потому что это там со всего района приехали люди, вот, которые в принципе никогда ни на что не собирались, и до тех пор, пока их не стали разгонять, а стали разгонять на следующий день, потому что приговор, значит, огласили 16 января и власти все забыли, да, и вдруг 17 января опять тот же самый митинг, тоже столько же людей, вроде уже все оглашено, его уже там нету, его, наверное, там увезли, может и в Уфу уже увезли, вот, но и собираются те же самые люди, и вот тогда послали туда естественно Росгвардию, ОМОН, и они стали разгонять, и это уже с теми последствиями, которые вы огласили, там с ранеными, там с покалеченными какими-то людьми, и все это происходит на фоне, так сказать, предвыборной кампании Путина, то есть на самом деле совершенно никто не может понимать, как это может громохнуть, то есть это может громохнуть в самом Башхорстане, но это может громохнуть где-нибудь еще, потому что были антивоенные митинги в самом начале войны, допустим, в Дагестане, было недовольство ценой на яйца, были недовольство ценой на кур, мало ли что, ЖКХ везде, там у него Путина последние три недели все, значит, трубы все лопаются и заливает всех, все остаются без горячей воды, без света, без холодной воды, без канализации, без чего угодно, и в общем, на самом деле, когда вот эта вся ситуация, плюс люди устали от Путина за 25 лет и плюс люди устали за два года от войны, и вот когда все это дело накладывается друг на дружку, плюс холодильники пустеют, фирмы западные уходят, Россия под санкциями, значит, деньги обесцениваются, то есть растет уровень жизни, инфляция и так далее, все вы сложите в одну кучу, то может где-нибудь взять и громыхнуть так, что Путину мало менее не покажется. У нас еще есть заявление Чубайса, которое вот появилось тоже вечером в среду, где Чубайс заявляет о том, что экономический блок правительства работает блестяще, но в правительстве есть разные голоса и разные позиции, если ничего не поменяется, то в ближайший год после выборов все будет неплохо, но в контексте геополитики мир сейчас находится на большом распутье, мы или вступаем в большую мировую войну, где Россия будет на одной стороне с Ираном, Китаем и Северной Кореей, или же ограничиваемся локальным конфликтом. Я сейчас не вижу возможности для Кремля безболезненно закончить СВО и объявить о какой-то победе. В плане контроля внутри страны система пока справляется, а недовольным попросту некуда выбрасывать свою энергию. Власти учли ошибки СССР и позволяют всем недовольным покинуть страну. Поначалу были попытки закрыть границы, однако потом президенту объяснили, что для контроля над недовольными или условно протестным электоратам нужны ресурсы, поэтому проще дать им покинуть страну. Навальный и другие представители оппозиционных либеральных течений уже сидят, Пригожин убит, лидера протеста попросту нет, поэтому в ближайшие годы я не вижу предпосылок для революции в России. Говорит Чубайс. Вы с ним согласны? Нет, я с ним совершенно не согласен, потому что это он пытается откупиться, я не знаю, может быть у него какой-нибудь счет остался еще в России и ему надо перевезти деньги. Вот я не знаю, какая личная, какой личный, если он собирается, у него закончились деньги за рубежом и он собирается вернуться в Россию и что вот Путин начал же говорить, что возвращаетесь в Россию, и Патриарх начал говорить, что возвращаетесь в Россию, все те, кто уехали и все, кто покаются, они будут прощены. И у меня такое впечатление, что Чубайс готовится к своему возвращению в России, потому что ему, наверное, не очень нравится, что с ним перестали общаться со значимым человеком за рубежом, так что он очень любил ездить в Давос, он очень любил ездить на всякие секретные встречи с американцами, с аудовцами, с китайцами и с кем только еще там из дьявола. Вот судя по всему у него это все дело закончилось, к нему его не рассматривают больше как значимое лицо внутренней российской политики, и он одновременно перестал быть значимым человеком на международном уровне. И поэтому у меня такое ощущение, что все это отдает вот этим. Потому что дальше детально мы можем останавливаться на каждой из фраз, на самом деле все работает. И, ну, конечно, Россия, в общем, может оказаться на стороне зла. Вот в этом смысле Чубайс прав. конечно, Россия не развалится буквально там через несколько дней или недель после нашего с вами интервью или его этой самой публикации. Но то, что он рассказывает, это слишком оптимистично. И это вот как раз и то, о чем мы с вами перед этим говорили, как раз говорит о том, что плыхнуть-то может как раз где угодно и когда угодно. И я могу сюда еще добавить жен этих самых недовольных тем, что их мобилизованных мужей не отпускают с СВО так, как обещали. И о том, что зреет это недовольство. И на самом деле потенциал внутри Российской Федерации есть, потому что иначе почему Российская Центральная Избирательная Комиссия отказала в регистрации Дунцовой, которая вообще ничего не представляла, какая-то там журналистка неизвестная неизвестно откуда. И вдруг ее решили значит гнобить и искать у него даже наркотики тут на каких-то на каких-то вот. Есть, кстати, Надеждин, который тоже не голубь, но тем не менее человек, который говорит, что первым указом, который я подпишу в качестве президента Российской Федерации это указ о прекращении военных действий в Украине. Так что на самом деле есть даже внутри Российской Федерации и формы выражения, и люди, которые не боятся это выражать, несмотря на все репрессии. И в этом смысле Чубайс, конечно, выдает больше свои собственные желания за действительность. Последний шпионский скандал в Германии. Вы об этом тоже говорили. Там речь идет о выдаче секретной информации о помощи Украине. Если можно, расскажите, о чем это? Это очень большой скандал, который начался уже практически больше года назад, когда довольно видного человека внутри разведывательной службы Германии, арестовались за его потенциальную работу на российскую разведку. Его завербовал человек, который проживал в Германии и занимался вроде бы бизнесом, но был связан с российскими разведывательными службами. Все это дело состоялось. Там несколько человек было задействовано в этом конфликте. И главной информацией, которую успел передать этот высокопоставленный чиновник разведки немецкой, это в основном о той военной помощи, которую Германия оказывала Украине, ну а также о тех переговорах, которые Германия вела внутри сообщества, западного сообщества и в НАТО и так далее. Вот это большой в Германии скандал, который очень громко освещается вне Германии, но он еще не закончен, только начало, потому что только начались судебные слушания по этому делу, хотя аресты произошли в декабре 22-го года. Или в декабре 22-го года обнаружилось это и затем были аресты, я сейчас уже детально не вспомню хронологию, но в любом случае для Германии это очень большой и значительный скандал, потому что высокопоставленный чиновник разведки, такого давно не было, и естественно вот сейчас на первых заседаниях выступления были тех людей, которые свидетельствовали против него, которые выступают либо свидетелями, либо там, я не знаю, у них не совсем тот же самый статус, то есть они являются со-обвиняемыми, как он, просто они давали против него показания в суде, это очень широко освещалось в Германии, и дальше будет освещаться, и это очень важная вещь, потому что в Германии большая пропутинская каста, много русскоязычных, много русских проживает в Германии, много пропутинских политиков и чиновников, и от итогов этого процесса будет зависеть довольно много в будущем Германии. Ну и такой вопрос у меня, вот эти проблемы с коммунальным хозяйством, я просто читаю время от времени по работе российские телеграм-каналы и паблики, такие Z-паблики, да, я бы назвала их, и там первое время говорилось о том, что вот эти все проблемы с коммунальным хозяйством, это все УКР, или это все ЦРУ, а вообще это что, это признак просто головотяпства и коррупции в ЖКХ, или вы думаете действительно вот одновременно там, я не знаю, в сотне городов, в сотне мест России можно было организовать такую спецоперацию? нет, я как раз очень бы, мне бы хотелось бы очень, чтобы это была спецоперация украинских разведочных служб, вот, но при всем уважении к моим коллегам из Украины, я думаю, это как раз головотяпство российское, причем накопленное, да, потому что это состояние еще советское, когда просто не было денег, не то, что на коммуналку, в 90-е годы магазины пустые были, там на продукты не хватало денег, уж не говоря о том, что это коммуналка, да, и потом, тогда, когда, ну, у Ельцина денег тоже не было, в 90-е годы было специфическое очень период, когда не ремонтировался, соответственно, весь этот жилищно-коммунальный комплекс, вот, но когда пришел Путин, у Путина, Путина-то пролился огромный триллионный, многотриллионный долларовый дождь, и, грубо говоря, если бы он захотел, он бы мог починить всю эту коммунальную старую советскую систему, которая прогнила, которая к его моменту уже там были вещи, которые были построены еще там при Сталине, то есть, которые построены были там 50-60 лет тому назад, которые прошли все сроки гарантийные эксплуатации, которые надо просто ломать было и заменять новыми, вот, и этого сначала не делались, потому что Путин отдал приоритеты другим направлениям, в частности, войне, военной промышленности, армии, спецслужбам и так далее, а даже тогда, когда стали выделяться довольно большие деньги на ремонт ЖКХ, то мы понимаем, что в Российской Федерации это все дело просто разворовывалось, что была огромная коррупция, и что все эти деньги реально не доходили никуда, и плюс в Российской Федерации, в которой появилось огромное количество денег, появился, ну, условно, стал расти средний класс, который сам себе захотел построить новые дома и так далее, и все это строилось, но строилось на вырос в тех местах, где совершенно не учитывалось, что вся, так сказать, инфраструктура городская, коммунальная оставалась той же самой, то есть, грубо говоря, на нее добавляли, на старую советскую коммуналку добавляли новые здания, многоквартирные, там, я не знаю, там башни, где там по 200, по 300 квартир, по 400 квартир, вот, и все это многократные микрорайоны, не учитывая, что надо полностью перестраивать все коммунальные службы, потому что у них просто не хватает мощности для того, чтобы это обслуживать, чтобы, ну, там, я не знаю, канализацию, сделать на таком же уровне, с учетом тех новых строений, которые появились, вот, и это доходило, на самом деле, до совершенно анекдотических вещей, когда строили, допустим, элитную какую-то дачную, дачный поселок, вот, а он, его подсоединяли к какой-то старой канализационной трубе, и ее там регулярно прорывало, и весь, весь этот элитный поселок, там, раз в году обязательно затоплял дерьмом, и они не понимали, что это надо, по-серьезному, надо, если уж ты хочешь элитный свой поселок, то элитную канализацию надо строить себе, с этого начинается, а не с того, что ты строишь себе сначала дворец, а потом у тебя этот дворец по два первых этажа утопает в дерьме, вот, а этого в Российской Федерации, ну, люди смотрят, увы, не дальше своего носа, и накопленные все эти проблемы коммуналки, плюс коррупция, плюс воровство, плюс отсутствие взгляда перспективного на развитие экономики, закончилось тем, что как только пришла в Россию нормальная, обычная зима, то есть с морозами минус 40 в Сибири, там, минус 30 в Москве, то все это дело начало просто рваться по всем швам, там, где оно и должно было прорваться, потому что, я вам напомню, что сейчас прошло уже 32 года после распада Советского Союза, то есть даже если бы это было построено там в 91-м году или в 92-м году, все равно бы уже даже бы у этих сетей они бы пришли бы уже к каким-то срокам их капитального ремонта, который, естественно, не делался, вот, и опять же, вот мы с вами цифру говорили, 11 триллионов рублей запланировано в государственном бюджете на войну и всего 100 миллиардов на ЖКХ, причем люди, которые занимаются этой проблемой более серьезно, они говорят, что идет постоянное сокращение на самом деле ЖКХ последние годы, ну и плюс даже то, те деньги, которые сокращаются, они разворовываются. Давайте каким-то более таким как клубничным темам. У Киселева я слышала, как вы затронули тему об использовании женщин в разведке и что даже у Эйнштейна была советская любовница, жена скульптора Каноненкова. Расскажите об этом. Каненкова. Да, ну женщин вообще-то разведка как кадровых сотрудниц не использовала. Это я всегда, когда это говорю, мои зарубежные, в частности французские слушатели и читатели, они очень сильно разочаровываются, потому что у них есть такой собирательный образ красивой-красивой блондинки русско-украинский, как в сериале «Американцы», главной шпионкой как в сериале «Американцы», как в сериале во многих фильмах голливудских. А на самом деле в Краснодарном институте, где мы вместе с Путиным учились в свое время, там вообще не было женщин. То есть там учились одни женщины, одни мужчины, ни на одном факультете не готовили женщины, кадровых сотрудников не было женщин. Женщин брали только как вспомогательный писатель. Там были кто-то из иностранных языков, девушки были, которые, кстати, хотели просто найти себе хорошего жениха, чаще всего дочери чекистов, тоже разведчиков. Были там какие-то аналитические сотрудницы, были секретарши, конечно, были поварихи и так далее, но разведчиков женщин не было. Зашли им только одной службы, а это именно службы нелегальной разведки, куда, но это служба, что мы про нее с вами уже говорили, это служба, которая считалась не тысячами и даже не сотнями, а всего десятками человек, вот, и там чаще всего если женщины брали, то это, как правило, были женщины, которые шли в паре с своим супругом, то есть супруг был главным разведчиком, а жена была вот там радистской кэт условной, которая, значит, как в 17 мгновение весны, то есть помощница своего мужа, вот, то есть в этом смысле это очень большое разочарование обычно наступает, когда я все это дело рассказываю, потому что весь этот миф о больших разведчицах, значит, КГБшных, он развенчан, бывает, и развеян, но тем не менее, КГБ на самом деле женщина использовала, использовала, вы будете смеяться, но на территории Советского Союза в основном она использовала проституток, которых подводили к иностранцам во всех гостиницах и туристах, где, значит, останавливались либо туристы, либо делегации для того, чтобы их, значит, охмурить и затем либо получить от них какие-то секреты государственные, либо просто сделать на них компромат, потому что они все, как правило, были женатыми мужчинами и, соответственно, если можно было, значит, их скомпрометировать, кстати, такая история была с французским послом, с Марисом Дежаном, которому подвели вот такую, значит, дамочку, а потом на определенном этапе вошел как бы взбешенный супруг, вот, и всю историю пытался занять его друг, который оказался случайно, чисто случайно генералом КГБ, вот, в результате этого посла вынуждены были французы отозвать и когда он вернулся, его генерал Деголь, когда встретил президента Франции, он ему сказал, потому что они с ним были знакомы, они по движению сопротивления, он ему сказал по-французски, ну что, дружок, трахаешься в Москве? Вот такая знаменитая фраза Деголь этому самому бывшему послу, вот, то есть, это, кстати, была, такая название у этих девушек легкого поведения ласточки, вот, значит, их подводили под иностранцев, вот, только в этом смысле их чаще всего использовали, но вот эту историю, которую мы с Евгением обсуждали, обсуждали эту историю ядерного шпионажа и около ядерных историй, и вот была история у Эйнштейна, который, ну, не сам занимался, конечно, ядерной физикой в практическом плане, то есть, он не участвовал в никаких этих проектов, но он был все-таки физиком-теоретиком, значимой фигурой, общался и с учеными, и с государственными деятелями, и вроде бы одна из его пассий оказалась женой скульптора Каненкова, который долгое время, кстати, жил за рубежом, а потом ему позволено даже вернуться в Российский, в Советский Союз, и причем не просто вернуться, но и взять всю свою коллекцию работ и даже стать обласканным властями скульптором, интересным очень человеком и так далее, и, в общем, возникло такое подозрение, что его жена работала на советскую разведку, в частности, пытаясь у Эйнштейна стать таким им. Вот такие дела. Вам сказал Киселев, что вот он разговаривал с Васильевым, это тот самый, который во время начала перестройки, когда распада Советского Союза, был момент, когда КГБ допустило свои архивы, и вот есть известные тетради Васильева, я их читала в каком-то американском университете, они там выложены в оригиналах, то, что выложили, опять-таки, опять-таки, то, что дали Васильеву записать. И там, и в этом эфире вам у Киселев говорит, ну, мне Васильев сказал, что Каноненков не был агентом российским, хотя его так странно, хорошо принимали и так далее. И вот мне показалось, что в этот момент вы улыбались так, и вот мне показалось, что вы не доверяете ни фразе, что Каноненков не был агентом, ни тому, что написано в тетрадях Васильева. Я права или нет? Да, вы правы, абсолютно, да, потому что я вообще очень мало доверяю официальным версиям, которые озвучиваются на официальных каналах. Очень, очень мало доверяю. что тетради Васильева в лучшем случае сильно отфильтрованы или там вообще может быть просто вброс? Может быть вброс или ему показали только то, что хотели ему показать и показали так, чтобы было написано то, что было бы на суду. если я не ошибаюсь, старший, правильно? Тем более. Примаков дал задание показать только то, что они считали нужным показать. Это очень похоже на Евгения Максимовича, потому что Евгений Максимович отстраивал новую разведку в ельцинское время и он, конечно, был очень хитрым человеком и, естественно, он не хотел ни в коем случае публикации всего того, что можно было бы найти в этих архивах. Ну и последний вопрос. Я заметила, опять-таки, что вы комментировали интервью дочки Путина. О чем она прежде всего вам говорит? Она говорит о том, что, во-первых, она неинтересный человек сама по себе, потому что это искусное интервью, и, во-вторых, о том, что это заготовка, такая театральная постановка, потому что есть только одна, которая говорит, что у нас в Российской Федерации самая главная ценность это человеческая жизнь, все, ну, на этом можно заканчивать все интервью. То есть понятно, что, во-первых, она ничего не понимает, в Российской Федерации, если понимает, то она подлец, потому что она говорит такое вранье, а если не понимает, то она дура, извините за выражение, да, вот, вполне возможно, что и то, и другое, кстати, вот, и не понимать, что ее папочка как раз уничтожает целенаправленно, прежде всего, кстати, население Российской Федерации, и что, если что, меньше всего ценится в Российской Федерации, это именно человеческая жизнь, если кандидат наука и большая ученая этого не понимает, то она, конечно, полная дура. Спасибо большое, Сергей Олегович, напомню, что с нами был Сергей Олегович Жирнов, экс-офицер нелегальной разведки КГБ СССР и СВР России, подписывайтесь на канал Сергея Олеговича, он будет по ссылке в описании, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах, и увидимся завтра. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok